Езда по российским сельским дорогам, как известно, удовольствие весьма сомнительное. Ивольский район здесь вряд ли является исключением. Подтверждение этому на пути водителя, решившего отправиться из Вольска в Калаярском направлении, появляется быстро. Едва доберешься до Верхней Чернавки. Участок вдоль села – первый яркий пример бездорожья. Очередные испытания ждут водители и их машины неподалеку от Нижней Чернавки. Есть там несколько километров, которые иначе, как бедовыми, не назовешь. Доехав до Покровки, можно немного отдохнуть. Конечно, и этот отрезок далек от идеала, но проблемы в виде ямы-колдобин, возникающих под колесами авто, здесь попадаются чуть реже. Пока не доберешься до Черкасского. Уже прямо перед селом есть отрезки, где асфальт буквально встал на дыбы. Местным полегче, они каждую ямку знают в лицо, поэтому удачно их обруливают. К заезжим Черкасская дорога относится гораздо жестче. Сразу за селом начинается настоящая беда. Дороги нет вообще, даже сложно угадать, какое покрытие одевало ее раньше. А был ли асфальт? Машину трясет так, что есть огромное желание развернуться и поехать назад. Надо заметить, что легковушек на участке Черкасская и Спасская не так уж много. А если и попадаются, то исключительно отечественные. Нелегко приходится даже грузовикам. Кое-кто делает не очень успешные попытки объезжать бездорожье по грунту. Очевидно всем, кто хотя бы раз здесь проехал, что это направление регионалки нуждается в срочном ремонте. Поэтому уверены, председателю областного комитета дорожного хозяйства необходимо срочно побывать в Калаяре, Спасском и Калмонтае. Причем прибыть не на вертолете, с которого много чего не видно, а на машине. Интересно, имеется ли у чиновника настоящий внедорожник. По-другому-то здесь никак. Есть один, так сказать, плюс в езде по Калаярской дороге. Он довольно неожиданный, но это так. Дело в том, что обратный путь показался нам песней по сравнению с тем, что пришлось пережить, добираясь только до Спасского. В начале апреля жители четырех сел Вольского района написали открытое письмо депутату Саратовской областной думы Владимиру Дерябину. Почти три сотни человек из Калаяра, Ярыклы, Спасского и Калмонтая поставили свои подписи под обращением. Они просили депутата посодействовать в ремонте автомобильных дорог Черкасская-Спасская-Калаяр и Черкасская-Калмонтай. Депутат пообещал не оставить письмо своих избирателей без внимания. Информационный центр Вольская жизнь.